Команда находится в хорошем настроении, как обычно, и в хорошей физической форме. Бойтесь! Добро пожаловать в Казань! Именно здесь, в столице Республики Татарстан, определится чемпион России среди женских команд по волейболу. С 29 марта по 3 апреля шесть сильнейших клубов поборются за заветный трофей. Сам формат финала шести впервые будет опробован в женском чемпионате. А как известно, собраться и настроиться на одну игру куда проще, чем выиграть серию до двух или трех побед. Все это, конечно, добавляет интриги перед стартом. Формат это новый для проведения. Я не скажу, что он простой. Наверное, скажу, что более сложный и для игроков, скажем так, и для подготовки. Как будет происходить, ну, будет видно, поскольку это первый опыт. Какие плюсы? Наверное, это для зрителей, да, что это будет очень зрелищно, интересно. Все-таки больше команд, больше шансов кому-то выйти. То есть больше возможностей на нежданчик. Минусы. Мы играем два дня подряд, выходной и два дня. То есть первое место нам не дало особо приоритет, кроме как площадки. Сейчас нет права на ошибку. То есть если в плей-офф мы играем там до нескольких побед, до двух, до трех, то здесь такого уже шанса нету. И права на ошибку тоже нет. Волейболистки «Динамо Акбарс» на правах победительниц регулярки гарантировали себе участие в решающих матчах, избежав единственного квалификационного раунда плей-оффа. Как, собственно, и волейболистки московского «Динамо», которые заняли второе место. Два «Динамовских» коллектива были разведены по двум разным группам и имели две недели на подготовку с большим количеством тренировок. Отсутствие игровой практики нашим девушкам пришлось компенсировать товарищескими матчами против Нижегородской «Спарты», которые прошли в Казани на прошлой неделе. Да, у нас были спарринги с командой из Нижнего города «Спарта». Достаточно хорошо отыграли. Посмотрели, где нам нужно доработать, где нужно исправить, где наоборот мы очень хорошо себя показали. В общем, посмотрели на нашу игру со стороны и будем делать вводу. Первое, плакали, что много играли, а сейчас мы плакали, что наиграли. Так что это было... Я думаю, что за нас это хорошо было, чтобы могли, как и все команды, было много проблем весь сезон, так что сейчас могли все наконец-то потренировать вместе. Играли одну товарищескую игру с Тулей, так что все нормально. Команда Решата Гелезудинова намерена защитить звание чемпиона страны, добытое в прошлом году, которое, как мы помним, было присвоено по итогам регулярного чемпионата. Да и, как известно, домашние стены помогают. Поэтому мы приглашаем всех болельщиков в центр волейбола на игры финала шести. Причем не только с участием Динамо Акбарс. Мы надеемся на болельщиков. Нам нужна ваша поддержка. Приходите к нам на игры и поддерживайте нас. Акбарс, раз, раз. Так, ну мы прошли мини-сбор. У нас была активная подготовка физическая. И у нас было два спарринга с Нижним Новгородом. Мы их провели. Попробовали какие-то опять новые фишечки. Вот, подготовились. Прошли такой мини-тест-драйв. И теперь у нас осталась финишная прямая. Получается так. То есть у нас был цикл 3-1. Это было очень тяжело. Но я думаю, сейчас у нас будет подъем. И мы отыграем эти игры на хорошем, высоком уровне. По итогам единственного квалификационного раунда плей-офф соперниками казанской команды стали Калининградский Локомотив и Саратовский Протон. Железнодорожницы, занявшие третье место в регулярке, не испытали проблем в двух матчах с Енисеем, одержав две уверенные победы. А вот увидеть Протон в Казани многие и не надеялись. Но команда Юрия Маричева была сильнее Краснодарского Динамо, которая по ходу сезона даже возглавляла таблицу. Закончила регулярку на четвертом месте, но вылетела от девятой команды Суперлиги. Проиграв в Саратове 1-3, а домашней победы 3-2 для выхода в финал не хватило. Поэтому и настроение у девушек из команды Юрия Маричева просто замечательное. Никакого давления нет. Главная цель на сезон уже выполнена. Команда из Саратова уже завоевала право сыграть в Еврокубках на следующий год. Для нашей команды, конечно, уже попадание в шестерку это уже большое достижение. И, конечно же, для нашей команды это очень интересный формат. Причутствие не только соревнований, но и присутствие праздника. Я надеюсь, что этот турнир действительно получится праздником волейбола. Всем будет интересно, будут интересные игры. Конечно, ждали, наверное, больше Краснодар. Думали, что все-таки они пройдут. Но вот так получилось. Попали, значит, команды на данный момент заслуживают играть в финале шести. Поэтому говорить о том, что какая-то неожиданность, ну, наверное, нет. С Протоном Динамо Акбар сыграет 31 марта в 19 часов. А 30 марта состоится матч, который с большой долей вероятности определит победителя группы. Динамо Акбар против Локомотива. Команда, которая займет второе место в группе, уже в полуфинале встретится с победителем другой группы, где сыграют Московская Динамо, Уралочка и Менчанка. Команда из Екатеринбурга заняла шестое место в регулярке и без проблем обыграла Липецк в серии плей-офф. Кстати, легендарный Николай Васильевич Карполь сам прилетит в Казань к началу финала шести. Ведь именно Уралочке открывать этот мини-турнир играми с Менчанкой. Все в порядке, раз он приехал сюда, значит, все увидят его здесь, и он будет руководить командой. Нет, Уралочка тоже хорошая команда, она находится в той подгруппе, а там из Динамо Москва. И посмотрим, как пойдет. Там сейчас находится очень хороший игрок, так как Ксения Смирнова. Она очень хорошо ведет лидерство, и я думаю, команда достойна хорошего места. А вот именно команда из Минска сотворила главную сенсацию плей-офф. Уступив дома 2-3 Ленинградки, команда Станислава Саликова сумела выиграть в Санкт-Петербурге 3-1, лишив еще одного фаворита своей пары права сыграть в Казань. Что говорить, но до этого белорусская команда дважды была десятой в чемпионате России. Здесь же минимум шестое место в тяжелейшем для Менчанки сезоне. Ситуация схожа с Протоном. Никакого давления и лишних мыслей. Хотя по возвращению домой, Менчанке еще предстоят решающие матчи национального первенства. Я думаю, не стоит замахиваться на российскую квоту, а то мы так вообще можем участие потерять. Будем скромнее, да, будем пользоваться своей квотой на участии в Еврокубках. Финал шести. Тут собрались лучшие команды. Поэтому говорить, что какая-то игра будет проходной или слабой, я такого даже не скажу. Впереди нас ждет неделя яркого, интересного и эстетически красивого женского волейбола. Финал шести чемпионата России в Казани. Сильнейшие команды в борьбе за медали и один единственный трофей. Мини-турнир стартует 29 марта поединками «Уралочка-Менчанка» и «Локомотив-Протон». Хозяйки из «Динамо Акбар» свои матчи-группы сыграют 30 и 31 марта в 19 часов. Ну а мы приглашаем вас в центр волейбола – Санкт-Петербург. Дорогие наши болельщики, мы играем дома в финал шести и нам очень нужна ваша поддержка. Это будет праздник волейбола, поэтому приходите и поддерживайте нас. Мы вас очень ждем. А теперь все дружненько подписываемся на Динамо ТВ.